Добрый день! Меня зовут Никита Северинов и я веду курс лекций по технологии HTML5 Campus. В третьем уроке мы рассмотрим, как работать с тенями, с градиентом, возможно с градиентом, и точно рассмотрим анимацию, упругое столкновение с объектом. Давайте сначала рассмотрим тени. В предыдущих уроках мы изучили основы, которые требуются для вообще отрисовки различных полигонов. А теперь мы рассмотрим более сложные функции, которые могут стилилизовать нашу картинку. Теперь давайте мы тень сделаем от прямоугольника, возьмем тень от окружности и наверное возьмем тень от текста. Давайте все по порядку. Сначала от прямоугольника. Для этого давайте укажем стиль заливки прямоугольника. Теперь насчет стиля заливки. Давайте я сейчас отдельно пропишу, как можно указать стиль заливки. Здесь заливки указываются следующими способами. Их всего четыре. Первое. Это в кавычках мы пишем RGB. Соответственно, значение от 0 до 255 это цвет у нас красный. От 0 до 255 это зеленый. И от 0 до 255 это у нас голубой, ну синий. Это все пишется в кавычках. Вот так. Второе. У нас RGBA, где все то же самое с одним исключением. У нас есть четвертый параметр, который служит альфа-канал. Альфа-канал меняет прозрачность. А это у нас альфа-канал. То есть если поставим 0,5, то у нас будет он полупрозрачный. Теперь третий способ. Это у нас когда задается параметр цвета. Это решетка, допустим. И вот это значение у меня будет цветом серый. Вот. Посмотрите. Этот параметр можно в любом редакторе. В графическом, допустим, Paint, Photoshop. Также, если у вас всего этого нет, то можно посмотреть. Я в поисковой системе Яндекс. Это никак не реклама поисковой системы Яндекс. Просто это удобная вещь. Я уже сразу открыл. Вот она. В этот тутбах вы вводите в поисковом запросе слова. Два слова. Калу Яндекс. И открывает, соответственно, тулбар. Вот. Я предлагаю сделать стиль заливки нашего прямоугольника цветом неба. Да. И проверьте, пожалуйста, вот все ли вы верно. Вот проинициализировали канвас. Все ли верно вы написали. И написали ли вы вообще глобальные переменные. Теперь. После того, как мы указали стиль заливки, воспользуемся функцией rect. Которая рисует прямоугольник. Но. С одним исключением. Мы ранее рассматривали функции stroke rect и fill rect. Они все хороши. Но. Допустим. Мы сразу не знаем. Допустим. Что нам надо. Его обрисовывать. Или его заливать. Поэтому. Стихс rect. Он как бы. Сначала. Грубо говоря. Невидимую границу ставит. По координатам. А потом. Уже сделаем. Допустим. Контекст. Строк. Означает. То. Что он будет опрессовывать этот област. А. Допустим. Stix. Fill. Заливать. То есть. Я могу указать. И стиль заливки. И цвет. Обводки. Допустим. Стиль заливки. У нас будет. Зеленый. А цвет обводки. Будет красный. Вот так. Давайте. Дальше. Продолжим. Рисовать его. Я укажу. Этот. Прямоугольник. С координатами. 40. 230. Что означает. Что у нас. Прямоугольник. Нарисуется. От точки. С координатами. 18. 40. В длину. 230. И в ширину. 100. Смотрите. Я сейчас сохранил его. И. Пытаюсь обновить. Ничего нет. Соответственно. Как только. Я укажу. CTX.Fill. У меня. Появится. Прямоугольник. Теперь. Чтобы. Создать. Тень. Я. Еще. Оставлю. Немножко. Здесь. Место. И. Вот. Здесь. Мы. Будем. Создавать. Тень. Цвет. Тень. Как. Я. Демонстрировал. Давайте. Укажем. Так. Вот. Вот. Тень. Серого цвета. Теперь. Надо. Указать. Размытость. Нашего. Нашей. Тени. Показать. 20. 10. Х. Допустим. Смотрите. Вот. У нас. Размытость. Есть. Это. Все. Есть. Теперь. Если я. Обновлю страницу. У меня. Тень. Ну. Все. Замечательно. Все. Работает. Красиво. Выглядит. Теперь. Допустим. нам надо. Тень. Сместить. Немножко. От объекта. Для этого. Используем. Функции. CTX. Точка. Shadow. Offset. X. Это. Смещение. Допустим. Поставлю. 10. Смотрите. Видите. Сместилось. И. CTX. Допустим. Shadow. Offset. Y. Тоже. 10. У нас. сейчас. Местится. По диагонали. Вот. Вот. Красиво. Выглядит. Теперь. Я. Могу сделать. Цвет. Заливки. Любой. Могу сделать. Его. Допустим. Такой. Но. Это. Немножко. Конечно. Так. Цвет. Заливки. Теперь. Допустим. У нас. Вместо. CTX. Элект. Так. Я здесь рисую. Арк. Так. Первая. Это. Координаты. Окружности. Поставлю ее. В центр. Кругом говоря. По. Длине. И. Так. Теперь. Радиус. Я выберу. На 30. Далее. Указывается. Начальный. Угол. Конечный. Угол. И. Способ. Вращения. Смотрим. Вот. Соответственно. Если я. Это. Все. Уберу. У меня. Будет. Вот так. Так. То. Соответственно. Что. Так. Рассмотрим. Что. Если. У меня. Много. Гранник. Какой. Нибудь. Тень. Также. Будет. Падать. От. Отмак. И. Теперь. Давайте. Рассмотрим. Текст. Для. Этого. Мы. Должны. И. Инициализировать. Текст. Я. Укажу. Пикселя. Кегеля. И. Укажу. Таймс. Sentinel. Соответственно. Я сделаю. Fill. Текст. Указываю строчку. И. Указываю координаты. этой строчки. 50,100. Смотрим. Теперь. Так как. У нас. Это. Все. как бы обвелось, мы должны еще указать строк теперь теперь так это можно все убрать так, теперь мы рассмотрели тени от объектов различных теперь давайте рассмотрим анимацию я сейчас это все сотру, что мне не нужно давайте рассмотрим анимацию на примере мы мячик берем и с некой высоты мы его отпускаем и он у нас начинает падать потом он удаляется об землю от пол и подпрыгивает на некое расстояние причем каждый раз подпрыгивая он увеличивает как бы упругое свое ударение то есть он не останавливается с каждым прыжком а наоборот увеличивает высоту прыжка для этого давайте мы создадим некий объект назовем его бол и здесь мы должны прописать основные свойства мяча в данном случае начальное положение я укажу в пополам запитаем так, у меня будет 20 нет, пускай будет даже 100 теперь я хочу у каждого мяча есть свой радиус и логично то диаметр поэтому я радиус ставлю 20 пускай будет 15 даже да пускай будет 15 и я должен еще два параметра включить они называются велости пускай будет vx параметр и vy соответственно по нулям потому что они будут потом сами менять меняться от зависимости от положения мяча и от того как он ударился для этого чтобы это все продемонстрировать давайте мы я еще вам покажу некую функцию она называется set interval она принимает два аргумента саму функцию которую я буду в ней сейчас в ней буду писать и принимает еще через сколько эту функцию надо повторять в миллисекундах смотрите вот так все делается чтобы я не буду али писать чтобы мне показал сообщение потому что я потом его не закроется окно да давайте сразу писать программу вот вот смотрите каждый раз я должен очищать кадр то есть очищать экран каждые 25 миллисекунд я должен очищать экран как это делается есть функция clear и и мы очищаем всю область можно конечно кусочек области но на данном случае не надо заморачиваться мы сразу все очистим теперь просто как мы очистили мы должны пересчитать координаты у мяча x y соответственно для этого на данном случае у нас есть мячик будет падать только по и веку мы должны и пищи только по и обращение к элементам свойств к элементам объекта идет через точку был y каждый раз мы прибавляем значение велосипед y в данном случае 2y это прибавить теперь устанавливаем изначальное значение велосипед так допустим мы каждый раз его 1 теперь и каждый раз мы еще вот это значение иблика точнее я немножко вот так мы каждый раз еще прибавляем вот так надеюсь вам понятен синтезис потому что я попросту напишу сейчас есть теперь ставим условия если болт y плюс неспроста мы взяли радиус потому что это идет до для пересчета границы с чем будет удаляться плюс радиус если это больше чем допустим у нас с минус минус 100 за границу и не слишком быстро отпрыгнуть ставим минус 40 и минус теперь надо поставить велосипед обратное вот то есть эти у нас велосипед меняется в положительную сторону мы все должны его обратно с такой же силой вернуть для этого есть команда математическая команда abs посмотрите пожалуйста для чего она нужна сами в интернете потому что если все буду вам объяснять что мелочей у вас не все отложится в голове и я рекомендую посмотреть некий параметры сами самим так теперь вот этому все указали но у нас есть математическая часть программы и она будет работать но у нас то нет самого мяча моего не нарисовали здесь же мы рисуем для этого мы сохраняем играть исходное графическое состояние потом его восстанавливаем а внутри мы рисуем так сама окружность ставим beginpuff и stick close path соответственно команда beginpuff и close path начинают путь и заканчивают путь то есть если я пропишу line to line to line to и низ и как бы вот это я все не закрываю beginpuff и close path и если я буду пищу какую-то фигуру рисовать то у меня линия с линии которые на теле не нарисовал она соединиться еще мне допустит какой-то с какой с каким-то объектом который я нарисовал теперь если поставлю beginpuff и close path в цикл где я допустим рисую line to линии то он у меня только вот эти нарисуют а другой объект вне этого цикла beginpuff и close path нарисую он у меня никак не соединится с этими линиями по моему суть понятна надеюсь но если что посмотрите в интернете как для чего это нужно нужно вообще теперь вот beginpuff и close path я здесь хочу потрясовывать окружность так у нас каждый кадр он у нас очищается поэтому по большому счету у нас перерисовка окружности и смотрите так тогда и знаете я рекомендую еще сразу вот здесь вот сдвигать нашу сдвигать нашу как же с тем координат функции translate и и сдвигаем именно в ту точку где у нас сейчас мяч то есть мы сдвигаем ее в центре к нашей окружности но поговорим и рисуем соответственно вот здесь в центре путь 00 и 2 так теперь у нас будет диаметр два радиуса начального конечного теперь и какую сторону мы отрисовываем так теперь давайте мы еще поставим 10x фил стайл там будет чертенький здесь мы рисуем теперь ставим смотрите так слишком быстро остановился и не начался удаляться проверим еще раз и наверно выжидать все-таки укажем секундочку еще надо работать немножко некие компоненты вот теперь будет работать все пасно побольше поставить было граница удаления но вот смотрите он сейчас у нас на вот здесь изменили поставить побольше так у нас аж минус то все-таки идет проглядел от момента у нас шарик мячик каждый раз взлетает все выше и выше смотрите теперь можно каждый раз допустим делать пересчет сколько раз все таки он у нас залетел указываем фонд и вот допустим вот тут мы его так фил текст и вот и вот и вот допустим 300 здесь покажем в раку поменяется нулю и если это так Так, секундочку, наверное лучше будет вот здесь показать это все. А, ну да, так, каунт 350, сюда мы добавим и должно получиться, и где же у нас каунт? А, ну точно, смотрите, я же указал, ну вот, смотрите, вот у нас счетчик идет, сколько раз он совдалится об объект. Можно еще поиграться, давайте напишем каунт, если каунт у нас равняется троечке, то... ball.vy, у нас будет, допустим, вот так, посмотрите. Если каунт равняется троечке, то он должен, по идее, замедлиться. Ну да, я вот сейчас замедлил, и опять он ускоряется. Только я вот слишком быстро замедлил, давайте его не так быстро замедлим. Вот так вот. Посмотрим еще раз на то, что мы сделали. Когда он ударится сейчас, он должен замедлить свое движение. То есть, грубо говоря, мы сейчас продемонстрировали неупругое совдаление. То есть, мы его смотрим сейчас абсолютно упругое, когда при абсолютном упругое он на равную высоту подскакивает. То есть, сейчас неупругое, то есть, он сейчас будет набирать высоту. Физика довольно понятна, и она работает правильно. Конечно, мы еще можем его сместить на некий x. Допустим, ball.x равняется... Вот так, давайте напишем и посмотрим, что будет. Вот так, x0 ничего даже не будет сейчас происходить. Хотя сейчас x у нас... Давайте посмотрим. Ну да, он у нас отклонился. И вы видите, как это довольно здорово произошло. Давайте сделаем, для примера, двоечка, чтобы нам можно было по-быстрее это все делать. И давайте мы вот так поставим. Так... Ну да, логично. Логично, он отрицательное значение принимать не хочет. Так... Ну давайте мы ему x зададим... Так... Ммм... Допустим, возьмем... Давайте один... Что будет? Он замедлился и не изменил свое местоположение. Теперь... Поставлю 7, по идее должен пойти вправо. То есть, он отрицательный целый 70. И он должен пойти вправо в эту позицию. Так... Только слишком быстро. Мы ничего не успели увидеть с вами. Давайте вот так поставим, потому что это очень существенно. Ну да, вот область у нас, конечно же, отрисовалась. Но... У нас... Давайте ее побольше поставим, чтобы приятнее было смотреть. Для этого еще меняем вот тут значение. И смотрим. Вот он подпрыгнул. И второй раз. Он взлетел. Так, можно даже поменьше еще указать. Конечно, наверное, видно не так будет сильно, но дать посмотрим. Ну да, вот видите, он чуть-чуть только. И начинает совдаляться. Мы можем побольше поставить. И... Болл .vx Так, давайте здесь тоже напишем. Болл .vx Это у нас будет умножить на... Так... Да, так... И... В принципе, да, этого достаточно будет. Смотрим. Так... Секундочку... Он... Я... Не убрал. А здесь он будет был... .vx .vx равен... Вот так. Смотрим. Побыстрее. Побыстрее начало происходить. Просходить движение. Давайте мы здесь поставим все-таки больше высоты. Полторы тысячи. И посмотрим, что это. Здесь сейчас только мы здесь поставим не вне. .vx 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 Так... И еще раз. Ну, то есть, вы видите, да, то, что он, грубо говоря, идет по физике. Угу. Теперь. Мы рассмотрели с вами простейшую анимацию. Рассмотрели немножко, как можно видоизменить анимацию. И рассмотрели тень. Теперь. Я вам настоятельно рекомендую поподробнее изучить код. Рассмотреть, разобраться в нем полностью. И... Потому что мы в дальнейшнем будем идти к проекту, который я отлаживал. писал, как говорили. Смотрите, вот я уже подготовил сам проект, чтобы показать, к чему мы стремимся. И как я вам расскажу, как это все делается. Смотрите. Только у меня будет тормозить слегка. Потому что у меня трех ноутбук. трех ноутбук. Смотрите. Видите? Это система частиц. У каждой частицы есть свой период жизни. И она то угасает, то появляется. у них есть свое ускорение по иксу и по иклику. и как только они доходят к границе экрана, они удаляются от него и идут обратно. Напоминает звездное небо. До звездного неба вообще далеко, потому что слишком все быстро двигается. вот к этому мы будем идти. Будем писать систему частиц. С вами был Никита Северинов. До скорых встреч. До следующего окрока. До следующей анимации.